Первый столб из столпов ислама это Свидетельство «ля, иля, иля, илла», оно означает «Никто не имеет права на поклонение ему, кроме Аллаха». То есть все, для всего, к чему поклоняются помимо Аллаха, поклонение ему является несостоятельным, недействительным, неправильным. Вот это свидетельствование «ля, иля, 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 илла», оно опирается на два столпа. Первый столб это отречение от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом. «Ля, иля, иля», означает, что я отрицаю, отвергаю все, чему поклоняются или кому поклоняются наряду со Всевышним Аллахом. Слова «илля, илла», это второй столб, они означают, что я подтверждаю необходимость поклоняться только одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Что касается свидетельствования «Мухаммад, Расулу Аллах, Мухаммад, посланник Аллаха», то оно включает в себя, во-первых, такую вещь, как что «Мухаммад, он раб, которому нельзя поклоняться». Что он является посланником, которому нельзя не верить, нельзя обвинять его во лжи. Многие люди, которые переводят с арабского, они переводят неправильно, ошибаются. Слово «абд», «раб», здесь не означает рабство вот это вот, то есть в значении «невольник», «униженный». Нет, это наоборот указывает на самое высокое положение, которое может занимать человек. То есть то, что пророк, саллаху салям, он раб Аллаха, означает, что он из всех творений Аллаха, всех рабов Аллаха, является самым лучшим в поклонении ему. Человек, который поклоняется пророку, саллаху саллаху салям, он на самом деле не свидетельствует, что Мухаммад, он раб Аллаха. Человек, который обвиняет пророка Мухаммада, саллаху салям, во лжи и не верит ему, тот не приносит свидетельств, на самом деле, настоящее, что он посланник Аллаха. Мы должны подчиняться пророку, саллаху салям, во всем, что он приказал нам. Мы должны верить ему всему, о чем он сообщил нам. И отстраняться от всего, что он нам запретил. То есть то, что он нам запретил, должно быть в одной стороне, а мы в другой. Мы должны следовать за ним и не вводить в религию никаких новшеств нововведений.